Всем респект, братва! С вами снова Мародёр 120 Гигабайт, и у меня снова горит очко! Я вообще не планировал записывать это видео, сейчас я работаю над видосом по GTA 6, который, видимо, придётся чутка отложить. Потому что я просто не могу молчать, и так вышел The Day Before, и нас всё-таки наебали. Сейчас я объясню, почему ни в коем случае, даже под страхом смерти, даже бесплатно, даже если вам пообещают заплатить, не стоит играть в эту игру. Поведаю о всех проблемах, которые я встретил за те ужасающие 3 часа, что успел наиграть в эту игру, перед тем, как её рефанднуть. Хвала Габену за рефанд! Серьёзно, братва, это один из худших релизов года, смачный апсёр! Короче, сейчас всё расскажу. Ну а перед этим, как всегда, лайк, подписка, если вам понравится видео, залетайте к нам на Twitch, чтобы смотреть, как я горю живую, на телегу обязательно подписывайтесь. А мы начинаем, погнали! Итак, вместе со всеми я ждал эту игру. Если вы смотрели моё видео, то знаете, что я слабо верил на разработчиков, но надежда умирает последней. Я понимал, что игра не будет такой, как нам показали в первых трейлерах. Я понимал, что с ней что-то не так, раз разработчики пошли на такой обман изначально. А потом слились, поудаляли все трейлеры и показали нам новый. Однако, я всё же надеялся. Я думал, ну может быть графон будет не очень, да, ну может быть не будет первоклассный выживач, который сосает инкуренцию такому мастодону, как Дейс. Однако, я всё же надеялся, что будет хоть какой-то вменяемый геймплей, и я смогу побегать в этой игре с друзьями, полутаться, пошмаляться. Но, ребята, вы даже не представляете, насколько всё плохо. Давайте по порядку. Для начала, после захода в игру, я 10 минут пытался поменять настройки графики под удобные мне. Ожидаемо, что наши разрабы не сумели в Unreal Engine 5. Спрашивается, на кой хер надо было на него переходить, если руки кривые? При смене разрешения, мышь начала вести себя неадекватно, я не мог тыкнуть в нужные мне пункты меню, не мог просто начать играть, кое-как смог сбросить настройки, чтобы снова с ними трахаться ещё несколько минут. И, наконец, настроить игру в 4К. Работает она нормально, только в режиме окна без полей. Ну да ладно, пусть ранний доступ бывает, но это только начало. Надо потише сделать, да, кстати, даже сейчас. Общий звук просто, я общую громкость, давайте сделаю. Вот так вот. Что такое? Что это? Зачем ты выключил мне? Я звук поменял, блядь, чего ты сделал, блядь, ты дурак? Ну почему ты поменял мне разрешение? Я, вы видели, я просто звук поменял. Менять настройки здесь это, блядь, боль. Любая настройка, язык, звук, блядь, это боль. Далее нас встречает довольно убогий редактор персонажа, ну да ладно, он был нам показан в трейлере, было видно, что он не очень богатый, не страшно, подумал я. Всё равно я залутаюсь, буду весь в шлемах, бронежилетах, меня, видно, не будет. Но на этот счёт я тоже ошибался, об этом чуть позже. Переходим к одной из основных проблем у игры, и учитывая хайпа трейлеров, ожидаемый ажиотаж на старте, и это был очередной повод обосраться для наших разрабов. Короче, у игры огромные проблемы с серверами. Да, учитывая масштаб опсёра, эти проблемы временные, и уже скоро они решатся сами по себе, люди убегут из игры. Но на старте в игре было очень сложно попасть хоть на какой-то сервер. Большинство висят заполненными, а если они даже не заполнены, и написано, например, что там много народу, это ничего не меняет, зайти на сервер всё равно нельзя, ведь народу уже много, куда ты лезешь, жердяй. Зато игра примерно сотню раз посоветовала проверить мне моё интернет-соединение. Конечно же, проблема в нём, а не в ваших сраных серверах. Мне приходилось приключаться между разными регионами, постоянно обновлять список серверов, чтобы просто хотя бы посмотреть на саму игру, ведь без подключения к серверу этого сделать не выйдет никак. И вот в азиатском регионе, уж эти якуты, и я всё-таки смог найти серва, где было народу поменьше, чем много, и законнектиться. Но если вы думаете, что я наконец поиграл, хо-хо-хо-хо, вы ошибаетесь. За спауничность на серваке я оказался в палате какого-то доктора Ленина, который рассказывал, как мне повезло остаться в живых. А потом меня просто выбросил за стену его кабинета. И знаете, в чём фишка? В том, что после этого надо с ним поговорить. Но ты как бы не можешь с ним поговорить, он же за стеной. Дверь в его кабинет не открывается. И я там был не один, со мной бегали такие же несчастные, запертые в этом коридоре, не понимающие, что им теперь делать игроки. Смотри, сколько людей. Тут очень много людей, которые спаунятся где-то здесь. Как я тебе поговорю с доктором? С доктором как поговорить? Друзья, что это такое? Игроки, которые кое-как смогли всё же прорваться на сервер, но теперь они не могут продолжить играть, так как игра забаговалась. Да, нужно было выходить с сервака и реконектиться. Снова с их серваками ожидания, мучения, страдания, и я всё же захожу на какой-то другой сервер. Однако, прогресс сохраняется на персонаже, а не на сервере. И в итоге я снова оказываюсь за этой стеной. Это просто охуенно. Но выход я всё же нашёл. Мне пришлось удалить перса со всем его прогрессом, создать нового и снова устроить половой акт с серверами. И в конце концов у меня получилось. И я смог начать играть в это спустя 40 минут. Я подумал, ну да ладно, ну может проблема у игры технические есть. Это глупо отрицать. Однако она всё ещё может оказаться интересной. Хер тебе в рыло, сраный урод. Нас выпускают в хаб, где начинается мучительное, совершенно неинтересное обучение, где тебя заставляют бегать по всем продавцам, знакомиться с ними, узнавать скучнейшую историю поселения, где ты оказался. В город, естественно, не пускают, пока ты не пройдёшься по всем и не зарегистрируешься как новый поселень. Ну хорошо, обучение, они такие, они часто скучные, но вдруг сама игра, сам процесс всё же будет интересным. Хер тебе в рыло, сраный урод. Но перед тем, как рассказать вам о геймплейных особенностях этой игры, я хочу остановиться на графике и оптимизации. Было сразу понятно, что она не так хороша, как в первых трейлерах. Я скажу более, она очень далека от трейлера, который мы видели пару лет назад. Однако, если попытаться судить о ней обособленно, то она и не настолько плоха. Для инди-проекта, ну покатит. Если бы в игре был хороший геймплей, то было бы терпимо. Оружие выглядит неплохо, персонажи плохо, освещение местами норм, например, в хабе, а местами срань, например, в городе. Оптимизация терпимая, опять же. В хабе игра лагает, так как там бегают другие игроки, это такая стандартная проблема всех мамо-игр. В городе наблюдаются какие-то фрезы, но я встречал оптимизацию и похуже. Опять же, будь в игре хороший геймплей, всё это можно было бы потерпеть, подождать полировки. Но с геймплеем, братва, всё очень и очень грустно. Итак, вот вы побегали, познакомились с продавцами, получили первый снаряг на халяву, бесполезную одежду, простенький автомат и рюкзак. Получили планшет, где можно выбрать одно из трёх заданий, суть которых найти в городе определённое место и забрать там какой-то лут. Принять сразу можно только одно задание. И вот вы, полной готовности, выходите, наконец, в город, чтобы убивать зомби, лутаться по дороге к заданию и исследовать. И после выхода в город сразу становится понятно. Он абсолютно пустой. Я говорю даже не только про общую детализацию, про которую говорили нам сами разрабы, выглядит всё очень пусто и грустно. Но я говорю и про наличие зомбей, лута и других игроков. Лутать можно только открытые магазины, коих не так много, зомбей, коих тоже маловато, и других игроков, которых вроде где-то там слышно, встретить их довольно трудно. А также некоторые тачки и сумки на остановках. Сам процесс лутания максимально кривой, неудобный и долгий. Места в рюкзаке, конечно же, мало. Всё подряд лутать не получится. Что нужно лутать, а что бесполезный хлам, тоже непонятно. Поиграв какое-то время, я понял, что для нормального начала игры и выполнения задания надо выходить в город, собирать кучу хлама, возвращаться назад, продавать его, покупать патроны. И так надо сделать несколько раз. Почему? Ну тут сразу несколько проблем. Во-первых, стреляем мы, видимо, пластиковыми пулями. В зомбе их надо выпускать несколько штук, похрен, куда ты стреляешь, в голову или не в голову. Игроки, если что, даже без бронников, а голые, тоже убиваются с целого магазина. А патронов дают крайне мало на старте. И вот тут, во-вторых, патроны очень дорогие. В игре вообще всё дорогое. Тебе на старте дают 3000 местной валюты. И этого не хватит даже на самый всратый шлем. В итоге всё сводится к тому, что от надоедливых зомби ты начинаешь просто убегать, чтобы не тратить на них патроны. Да, их можно найти в самих зомбях, если ты их убьёшь. И просто в городе, в военных ящиках. Однако вообще не факт, что патроны будут от той пушки, которую ты взял с собой. А если и будут, то их в любом случае будет мало. Миллиар оружия в игре нету. Так что рано или поздно ты просто начинаешь бегать от зомбей, которые отстают от тебя спустя какое-то время. Первосортный геймплей. Ничего не скажешь. Едем дальше. Сами зомби. Это просто один и тот же зомби, но с разным скином. Иногда даже с тем же самым скином. То есть в них нет никаких отличий. По крайней мере я их не заметил вообще. Ведут они себя одинаково, убиваются тоже одинаково. Никаких специальных способностей у них нету. Нет зомби, которые побыстрее, пожирнее, поопаснее. По крайней мере я таких не встретил. Сама стрельба в игре реализована не так плохо, как всё остальное. Не прям шик, но покатит. Однако эту игру совершенно не спасает. И если вы думали, что это все проблемы геймплея... Ошибка. Карта. В игре нету мини-карты вообще. Нет никакого компаса. Ничего, что помогало бы тебе ориентироваться, не залезая постоянно в эту сраную карту на планшете. А гора довольно большой и совершенно одинаковый. Ориентироваться в нём без карты невозможно. Поэтому да, постоянно приходится останавливаться и смотреть по карте, туда ли ты идёшь куда надо. Анимация входа в карту долгая, и это начинает заёбывать уже через 10 минут игры. При этом часто ты идёшь вроде по нужной дороге, а тут на террасу забор, которого на карте, кстати, нету. И надо как-то его оббегать, искать обход. С этой очень удобной картой это просто пиздец. Ну вот ты, допустим, вышел в город, справился с проклятой картой, или просто забил на всё хер, залутался, чтобы продаться и купить себе немножко патронов. Какие проблемы тебя могут ждать? Ну, во-первых, тебя может просто дисконнектнуть с сервера. Вот просто так. Во-вторых, игра может просто вылететь, так как она технически максимально всрата. Ничего не скрыто. В той же девишке нету... А, ну понятно. Да... То есть сейчас у меня... А, ну понятно. И вот. Вот она игра. За 3 часа я вылетал 6 раз. Ну даже если этого с тобой не случится, то тебя могут просто убить. Потому что у тебя, например, закончились патроны. Ну или ты просто не увидел другого игрока. И тогда всё, что у тебя было с собой, ты теряешь. И появляешься с голой жопой на базе. Тебе дают 500 рублей, на которые можно взять пистолет и чуть-чуть патрончиков. И иди, ебись в городе со всем этим с самого начала. Кстати, а помните элементы выживания, на которых делали акцент в трейлерах? Я вообще не почувствовал необходимость в еде и воде, пока играл. Ну то есть наверняка, если ты какое-то время долгое, да, там, бегаешь, то придётся пить и кушать, но хардкорностью Дейза тут и не пахнет. А да, ещё в ММО-игре нету голосового чата. Есть просто какой-то обычный чат, непонятно, зачем он вообще нужен, когда ты им будешь пользоваться. Вот и всё, я вам описал всю игру. Да, всё именно так просто. Давайте подытожим. Нам обещали ММО-шутер с элементами выживания, с большим, детализированным, интересным миром. А мы получили симулятор бега, кривого лутания, захода на сервер по 20 минут и вылетов. Мир пустой, голосового чата нет, взаимодействие с игроками минимум, техническая сторона игры мертва. И за всё это с нас просят 1300 рублей, а в западном регионе вообще 40 баксов. Короче, кругом сплошное на***алово. 15% положительных отзывов Steam говорят сами за себя. У меня была надежда, но теперь она мертва, как скоро будет мертва эта игра. Она, скорее всего, даже не выйдет из раннего доступа, как и другие замечательные проекты этих разработчиков. Ну и это неудивительно, учитывая качество этого высера. Кстати, за несколько дней до выхода игры я написал разрабам и попросил ключ, но сказал, что обзор на игру будет максимально честным. И они меня просто проигнорили. И кто-то скажет, ну это потому, что у тебя мало подписчиков, и, наверное, он был бы прав, если бы игра вышла хорошей. Но игра-то просто залупа коня, так что это был первый звоночек. А потом релиз игры, если можно так сказать, прозвучал как царь колокол. Эту игру стоит забыть, как страшный сон. А вот чего не стоит забывать, так это ваша подписка на канал. Если вы еще не подписаны, лайк поставьте, если вам видос понравился. И, конечно, подписывайтесь на нашу телегу. И приходите на Twitch-канал. И комменты обязательно пишите, что вы думаете по поводу вот этого безобразия, которое вышло вчера. Все, я пошел жопу остужать, ждите видос по GTA 6. Всем, кто досмотрел до конца, большое спасибо. А на сегодня это все. С вами был Маранерс, тут 20 гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу. С вами был Игорь Негода.